Здравствуйте, коллеги-трейдеры! Давайте поговорим о наиболее интересных событиях этой недели. Действительно, новая торговая неделя будет насыщенной на публикации важной макроэкономической статистики. И особое внимание сосредоточится на показателях Великобритании и Канады. Это состоится в середине и второй половине недели. Также в центре внимания трейдеров будут вторник и четверг, так как именно в эти дни состоится объявление ставок Резервного банка Австралии и Банка Англии. Ну а теперь начнем с понедельника. На европейской сессии трейдеры обратят внимание на публикацию данных по деловой активности PMI в промышленности Еврозоны и Великобритании за сентябрь. Отдельный интерес может вызвать показатель Еврозоны, поскольку он держится в стабильном ключе. И в случае, если мы увидим публикацию фактического значения хуже или лучше предыдущего, то создадутся предпосылки для повышенной волатильности торгов по европейской валюте. Что касается вторника, то на азиатской сессии запланировано объявление основной процентной ставки Резервного банка Австралии. Не исключено, что регулятор оставит ее на прежнем уровне, поэтому существенных изменений австралийского доллара в паре с долларом США можно не ожидать. Вместе с тем, как считают представители РБА, регулируемая им валюта стабилизировалась. Ну а продолжение нисходящей динамики возможно в случае, если ФРС поднимет основную ставку. Напомним, что сейчас ставка РБА держится на уровне 2% и является самой минимальной за все время. В среду на европейской сессии состоится публикация индекса промышленного производства в Великобритании за август. Последний релиз данного показателя ослабил фунт из-за публикации фактического значения ниже предыдущего. Поэтому в случае продолжения динамики снижения фунт в парах с другими валютами может снизиться. Центром внимания четверга станет объявление процентной ставки Банка Англия. Напомним, что в последний раз банк ее опустил еще в 2009 году. С тех пор она ни разу не изменялась. Существует вероятность того, что банк и в этот раз не поднимет ставку с нынешнего минимального уровня. Так сказывается снижение темпов роста мировой экономики, в том числе и на развивающихся рынках. Кроме того, публикации макроэкономического показателя не радуют участников рынка. Последнее создает и давление на курс фунта против основных валют. История торгов показывает, что фунт перед объявлением ставки укрепляется. Ну а значительное сопротивление для пары фунт-доллар находится на уровне 1.5349. Немного позже внимание трейдеров сосредоточится на протоколе ФОМК. Не исключено, что участники рынка будут ждать в данном докладе намеки на будущие сроки увеличения процентной ставки ФРС. В последний день недели участники рынка обратят внимание на американскую сессию. Состоится публикация уровня безработицы Канады за сентябрь. Учитывая высокую значимость данного показателя и ежемесячную периодичность публикации, можно ожидать повышенную волатильность канадским долларом. Кроме того, наблюдается динамика роста показателя в последней публикации. Если участники рынка будут ждать продолжения такой тенденции, тогда канадец потеряет свои позиции против других валют. Подводя итог, следует ожидать увеличенный интерес со стороны трейдеров на такие валюты, как евро, австралийский доллар-фунт, канадский доллар и, конечно же, сама американская валюта. Новостной фунт будет способствовать к спекулятивной торговле каждый день. Следите за нашими публикациями для аналитических материалов на сайте компании Fibogru. Погрузитесь в мир финансовых новостей, подписывайтесь на канал в YouTube Forex Fibogru.tv и получите актуальную информацию о Forex от компании Fibogru. Субтитры создавал DimaTorzok Fibogru – ваша финансовая группа поддержки.